Мир вам, братья и сёстры, христиане! Есть проповедь на канале «Любящий истину» о том, что монашество является ложным учением. И вот вы пишете целый ряд таких комментариев, что, для примера, монахи перевели Библию на русский язык. Как это может быть не Божье? Не Божий народ, не Божье учение? Давайте разберём по Слову Божьему. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всём. Мы должны быть преданы в точности Слову Божьему, братья и сёстры. Если человек что-то и сделал доброго, если даже что-то по Слову Божьему, это ещё не означает, что он стоит на правильном учении христианском, он является уже настоящим христианином. Настоящий христианин должен во всём поступать по-христиански. Если даже немножко где-то что-то он споткнулся, быстренько каяться, это действительно этот добрый раб Божий, который в целом стратегически опирается, принимает Иисуса Христа, Его Божественность, и старается в точности идти по Новому Завету. Вот это человек можно назвать христианином, и это церковь, это учение является настоящим, истинным христианским, евангельским учением. А то, что если человек что-то сделал доброго, даже что-то в отношении религиозном, это само по себе ещё не говорит о том, что этот человек, он настоящий христианин, и он стоит на истинном учении. Это отдельные моменты. Вот даже есть, например, люди, которые занимаются наркобизнесом, но они немалые деньги, и даже часть из этих денег, они даже это искренне делают, они дают пожертвования, например, на церковь, или на благотворительность, или помогают бедным. Разве это, братья и сёстры, уже говорит о том, что это порядочные люди? Это как-то обеляет их вот этот чёрный греховный образ жизни, греховный вот этот их бизнес, наркобизнес. А сколько они травят людей через эти наркотики? Это деньги крови, это деньги построены на крови, на смертях, на разрушенных судьбах. И если человек даже что-то сделал, и действительно делает даже, возможно, много, может даже часть ещё, даже это делает искренне, это не означает, что в целом человек, он является уже порядочным во всём, то есть он является действительно добрым человеком, он является, тем более, если говорить о христианстве, что он настоящим христианином и тому подобное. Это ложное вообще понимание, потому что в одном виновен во всём, он в точности должен всё исполнять. А монашество, оно грубо нарушает Слово Божие. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдёт Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоё ли именем и пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Видите, даже те, что говорят «Господи», говорят, что даже некоторые дела творили Господни, но они согрешали, они серьёзно согрешали, как правило, произвольно согрешали. И Господь говорит, «Я не знаю вас». То, что вы там отдельные какие-то моменты проявляли и показывали себя как христиане, но во многом вы поступали не как христиане, выставляли не на христовом учении. Кроме того, вы должны понимать, братья и сёстры. Монахи, даже которые писали, переводили Библию, часть из них, хотя я вам позже скажу, что не совсем мы можем сказать, что именно монахи этим занимались, это люди, которые, возможно, часть из них и относились к монашеству, но это были, как правило, уже, скажем так, такие учёные-богословы, учёные-богословы, которые занимались именно переводом Библии на русский язык, и в этом их заслуга. Часть из них, возможно, и относилась, потому что оно было смешано всё. Часть священников были тоже выходцами из монашества, например. Часть богослов учёных тоже были выходцами из монашества. Например, тот самый Ильютер, он был выходец тоже из монашества, но он одновременно был и учёным-богословом, и много потрудился, совершил перевод и Нового Завета, перед Библией. Но он со временем и отрёкся от понимания монашества. Он увидел то, что это противоречит Слову Божьему. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие словесников, сожжённых в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и, познавшие истину, кушали с благодарением. Запрещающих вступать в брак. Вот что в монашестве есть. Запрещая вступать в брак. Это бесовское учение. Чё это написано, братья и сёцы? Здесь не нужно как-то философствовать. А если отдельные монахи что-то и делали доброе, это ещё не гарантия того, что монашество, как учение, это верное. Тем более, я говорю вам, те монахи, это не совсем, они, может, часть из них и ещё причисляли себе до монашества, но далеко уже были не просто монахи. Да и те монахи лет сто, двести назад, это во многом люди намного более богобоязненные, нежели сегодняшние монахи. Это нужно тоже понимать. Да и кроме того, ещё не было так распространено протестантство, то есть евангельское учение, баптистское, пятидесятническое учение, где могли люди выбрать. И часть монахов, люди, которые действительно, они, ну, из того, что было, они как-то старались служить Богу. Хотя, конечно, они имели Слово Божие, они знали читать, и им нужно было, конечно же, быть преданным Слову Божьему. И Бог им судья в этом, братья и сёстры. Но опять-таки, ещё раз говорю, два момента. Первое, что если человек даже что-то делает добро, даже если что-то для Бога, это ещё не означает, что он стоит на правильном учении и в целом является настоящим крестьянином. И второе, понимать, ещё раз говорю, что то монашество и нынешнее монашество есть разница. И выбора раньше не было такого, понимаете? Сейчас намного больше возможностей, если человек просто слышит евангельское учение и просто упрямствует, не принимает этого, потому что это не льстит его слуху. Ему проще быть в православии, где можно делать всё, жить как хочешь и считать себя христианином. Потому что, например, в настоящей евангельской поместной церкви там уже требования, там пить спиртное нет, какие-то увеселительные мероприятия, например, если есть спиртное, нельзя, например, и тому и тому подобное, братья и сёстры. Целый ряд запретов, это правильно. Нет, он не хочет быть там. Он не хочет. Он хочет быть там, где можно всё, как в православии, например. Если даже человек это что-то делает хорошее, то это ещё не означает, что он живёт правильно. Ну, по нему нельзя брать примеры. Говорит, что, а, если человек сделает что-то хорошее, он из монахов, значит, монашеское учение хорошее. Нет, этого недостаточно. Если всё он делает правильно, а если он монах, и если он уже в этом нарушает Слово Божие, нарушает, это учение бесовское, это эскетизм, то то, что даже делалось доброе, это, само собой, ещё не подтверждает, что монашество, например, это является истинным учением. Кроме того, братья и сёстры, не всё так было просто, как казалось. Вот. Я сейчас поделюсь определённой информацией. В 1813 году было основано Российское Библейское Общество, поставшее своей целью печатание и распространение книг Священного Писания среди народов Российской Империи. В 1815 году, после возвращения из-за границы, император Александр I повелел доставить и россиянам способ читать Слово Божье на природном, своём российском языке. Ответственность за издание книг Священного Писания на русском языке взяла на себя РБО, Российское Библейское Общество. Перевод был поручен членами Петербургской Духовной Академии. В 1818 году первое издание четырёх Евангелий параллельно на русском и церковно-славянском языках вышло из печати, а в 1822 году впервые был полностью напечатан Русский Новый Завет. Затем стали переведить и печатать книги Веткого Завета, одновременно делались переводы Священного Писания на языки других народов Российской империи. Некоторые представители высших церковных властей отрицательно относились к деятельности русского библейского общества. Видите, отрицательно. А высшие церковные власти это были выходцы, митрополиты, патриархи, это были выходцы как раз именно с монашества. И они препятствовали тому, чтобы простой человек мог иметь доступ к Библии на своём родном языке. Они считали, что Библия должна находиться в руках духовенства и что не следует давать возможность народу читать, изучать его самостоятельно. В 1824 году митрополит Серафим просил царя запретить библейское общество. В апреле 1826 года по указу императора Николая I деятельность общества была прекращена. Лишь в 1858 году император Александр II разрешил перевод и печатание Священного Писания на русском языке. Перевод должен был осуществляться под руководством Синода Высшего Управления Православной Церкви в 1876 году впервые вышла из печати полная русская Библия. В это издание были включены и неканодические книги. Этот перевод получил название Синодального, так как она была издана под руководством Синода. Как непросто всё давалось. И при этом высшие представители монашества, которые были у власти церковной, потому что вы знаете, священник на уровне, скажем так, по местным, он мог быть и не из монахов, а именно у уже вышедчины, епископа, митрополиты, патриарх. Они были выходцами именно с монашества. Они были в безбрачии. И они препятствовали этому. Да и сейчас, братья и сёстры, главная позиция православия, многих даже ревностных, православных, стоит на том, что Библия, нельзя просто так брать, читать Библию, скажем так, только мы можем понимать Библию через толкование священников, через толкование учения православной церкви. То есть фактически эта позиция до сих пор существует. Существует. Но тем не менее благодарность Богу всё-таки было вот это предвижение через Александра I, через Александра II, что всё-таки доступность Библии простому народу была открыта. было открыта. Поэтому, ещё раз говорю, не всё так однозначно. С одной стороны, вроде бы, часть, из которой входила и вот этот Синод православный, они и содействовали, среди них были, конечно, представители и монашества, и содействовали в определённое время тому, что был вот этот перевод на русский язык. А в некоторое время они и препятствовали этому. Препятствовали этому. И только после, можно сказать, давления уже Бог повлиял на царя и Иуджа, фактически, это было посодействовано тому, что Александр I, Александр II, они посодействовали тому, что был издан вот этот перевод на русский язык, синодальный перевод, который мы пользуемся до сих пор. А вот когда был Николай I, и на нему повлияли вот тоже представители высшей церковной власти, именно тоже с монашества, то была прекращена вот эта деятельность российского библииного общества. Потому что это конкуренция, потому что во многом учение православия, оно противоречит Библии. И как говорил один брат, Валерий и он раскаялся с бывших священников, он говорил, я когда-то в монастыре встретился с одним монахом, и он увидел, что я читаю Новый Завет. Он говорит, смотри, чтобы это не увлекло тебя. Он говорит, я благодарен тому, что оно увлекло меня, мне увлекло, влёк меня Новый Завет, и я оставил вот это православие. И является сейчас евангельским верующим. Ещё раз говорю, братья и сёстры, за того, что с одной стороны часть монашества вредила тому, чтобы была распространялась Библия, и считали, что плохо, когда простой человек сможет читать, и, соответственно, уже исследовать, комментировать, уже правильно понимать Слово Божие, стараться понять Слово Божие. Ну, а часть, конечно, была задействована тому, чтобы всё-таки Библия была распространена. Потому здесь однозначно нельзя сказать, что больше заслуг или вредительства со стороны монашества было, что касается перевода Библии. Но даже если часть есть заслуги, это ещё не гарантия того, что само монашество, само учение монашества, оно верное. Нет, потому что отчётливо говорит Слово Божие, что это является духом обольстителем, духом бесовским, это бесовское учение, запрещать вступать в враг, что является одним из ключевых, например, в монашестве. Я говорил вам о том, что корни монашества фактически идут от буддизма, от других вот этих языческих учений, вообще учение аскетизма, то, что говорит Слово Божие, что это самовольное и смирно мудрие, некое небрежение, насыщение плоти, изнурение плоти. Вот этот аскетизм, братья и сёстры, это не от Бога, что вы понимали. Поэтому Слово Божие чуть ли и говорит, что само учение монашества, оно является не Божьим бесовским учением, а то, что отдельные монахи в своё время что-то сделали доброе, это ещё раз говорит, а ещё не говорит, в целом о монашестве, что оно от Бога. Не заблуждайтесь. Аминь. Субтитры